Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль Я был сильно удивлен, это гораздо более плоско, чем я планировал Но пускай это тоже останется частью зомби-мифологии Метаформой Зомби-зомби-зомби Так и сказал Ему указывали на неуместные вставки про сценарий Совершенно невыносимыми шутками Из серии обращения с экрана к зрителю А мы читали сценарии Отвечает Тильда Суинтон Кажется, я все-таки читала сценарий, говорит Но помню, когда впервые услышала об этом фильме Еще на съемках выживут только любовники Там ведь есть зомби, они упоминаются Но тогда я подумала О нет, ты не можешь сделать фильм еще и про них А потом Джармуш говорит Вот именно такой фильм мы и планируем В общем, я поняла все Еще до того, как получила сценарий Который, напомню, прочитала полностью Правда, сценарий Это ведь еще не весь фильм, добавляет Суинтон Вас всегда ожидают сюрпризы Ну и, конечно, Джармушу припоминали политику Одна кепка Стива Бушами с надписью Make America White Again Чего стоит? Политики не способны ничего спасти, говорит Джармуш Политика — это способ контроля Но тут же добавляет Я виновен во всем происходящем не меньше Хоть и не занимаюсь политикой А снимаю фильм с замечательными людьми В общем, главная проблема тут, как водится, в наших ожиданиях Как, кстати, и в случае следующего героя Знакомьтесь, Ладж Ли, малийский француз Автор второго фильма-конкурса «Отверженные» В основе сюжета — классовые неравенства на передовой войне Дети, полицейские, рядом в окопах Исламисты, националисты, мигранты, наркоторговцы Вы можете представить себе этот фильм, даже не глядя Если Ладж Ли вдруг скажет вам, что не занимается политикой, вы ему не верьте Он попытался сделать ее неоднозначной Как-то все такое средневзвешенное Полицейские и хорошие, и плохие Эти дети и хорошие, и плохие Как бы, ну понятно же, начается ранее Понятно, что государство, государственное насилие Ну, то есть, в общем, правильные банальности И последнее, нельзя это обойти Виктор Гюго зажмурся Отсылки к «Отверженным» может быть самая неудачная часть этого в целом Довольно лихого фильма Все составляющие отверженных здесь есть Это социальный месседж Плюс зашкаливающая сентиментальность Которая рядится в некие брутальные одежды Такого фильма, в котором вся правда Если бы в Каннах воевали только на экране Главный скандал фестиваля Связан с решением присудить Не кому-нибудь, а Алену Делону Почетную пальмовую ветвь Чествование намечено на 19 мая Но праздник под угрозой Американская организация «Женщины Голливуда» заявила протест Дескать, ваш король против гендерного равноправия Установление однополыми парами детей И неправильных политиков поддерживает Этот скандал разгорается И лучшее, что можно сделать в эти дни Прочитать текст Зинаиды Пронченко о Делоне на сайте Кино ТВ Пара цитат Нынче величие в популизме Его оружие — твиттер Его признание — лайки Его мораль — безответственность Когда любишь всех, не любишь никого Делон любил многих Почти каждого, начиная с себя, ненавидел В лучших своих ролях у Мельвиля и Лоузи он равен себе Тождественен мифу Будто призрак в плаще и шляпе При всей красоте асексуален Его телесность абстрактна Его харизма парит в кадре Как шлейф аромата «Осаваж» Когда сам он уже вышел, захлопнув дверь Ну и живьем никто лучше Зинаиды Пронченко Не объяснит нам, конечно, в чем суть этого конфликта Ты же одна из самых внимательных в стране биографов Аллена Делона Я один из самых невнимательных и вообще не биограф Мне казалось, что этот человек не только с идеальным лицом Но еще и с идеальной репутацией Что на самом деле с ним не так? Ну с ним на самом деле все так Хотя его и во Франции недолюбливают Потому что он подчеркнутый буржуазин И всегда придерживался правых взглядов Правых ты имеешь в виду капиталистических или националистических? Ну они плавно мигрировали от просто капиталистических к националистическим Делон изначально голист Это сейчас он стал дружить с семьей Липена Скорее всего с папой И то это на самом деле практически не обоснованно А просто он очень любит пари Поскольку сам себя чувствует пари Часто ему предъявляют, по крайней мере, женщины Голливуда Даже не столько за кого он голосовал Его неэтичное поведение якобы в отношении дам своего сердца Фигурирует именно Роме И последние его подруги официальные Розали ван Брэмэн Которая мать его двух детей Алана и Анушки На самом деле это все полная ерунда Это все на вет Там такая предыстория Второй муж матери Роми, Магды Которая была якобы любовницей Гитлера Домогался Роме Когда та была еще совсем молодая И поэтому, когда Роме встретила на съемках Си-си Алана Делон Она буквально сбежала не столько к нему, сколько из родительского гнезда А Магда потеряла птицу, которая несла золотые яйца Что касается Розали То все это источник информации Сын Делона Алана Который несколько лет назад за деньги дал интервью итальянскому таблоиду А вообще-то он как бы наркоман Что якобы он видел, как отец избивал мать Но потом, когда французская пресса уже обратилась к нему С разъяснениями, выяснилось, что, во-первых, он этого не говорила Итальянцы извратили его слова Во-вторых, он никогда не видел, как Делон избивал его мать А видел только якобы побитую уже мать Ну, в общем, какая-то ерунда Единственная история, точно подтвержденная о рукоприкладстве Это история с женой Делона Вот она в свое время, еще очень давно Изменила ему стрелокранителем И получила от него пощечину Хорошо, а что теперь будет? Приедет ли? Вручать ли? Делон получит спокойненько 19-го числа Приедет? Говорят же, что не приедет Я думаю, что он приедет Тем более, что он никогда ничего толком в Каннах не получал Фильмы участвовали в программе Но он сам как бы никогда ничего Посвистят ему на рандеву или на пресс-конференции? Ну, даже если ему посвистят, так будет интереснее Собственно, любой скандал, любой пиар, даже черный пиар, это пиар Наоборот, это как-то вернуло его на первую полосу газет Больше, чем сама эта почетная ветка Вот и все, спасибо По правде, раньше я сторонился, девушек Надо вешать лапшу, а я в этом не чемпион Болтовня не мой конек И не мой Так что будем делать? Ладно, тогда поехали, чего стоять? Ну вот и все на сегодня Правда, наш день еще не закончен Мы идем на поздний показ любопытного бразильского фильма «Бакурау» Которому некоторые, от чего-то не глядя, прочат большие призы Завтра же в борьбу, в Каннское состязание Вступают русские Кантемир Балагов и фильм «Дылда» Об этом тоже обязательно расскажем Смотрите нас, пожалуйста Зачем же мы это еще делаем? После 21.00 на Кино ТВ И в любое время в интернете На сайте Кино ТВ и Афиши Дейля Пока Субтитры создавал DimaTorzok